продолжаем нашу серию материалов и бензиновой техники бензокосы реально удобные легкий старт есть на всех моделях без исключения масло отдельно бензин отдельно на мой взгляд это лучшее решение из тех что есть друзья всем привет это канал мастер форум с вами тестовая команда потребитель продолжаем нашу серию материалов и бензиновой техники сегодня расскажем о бензиновых мотокосах бренда его line коротко о бренде напомним кто не знает что такое бренд российский заказывает на заводах в китае на заводах скажем так которые входят в топ-3 из китайских производителей то есть на самых серьезных моделя скром так премиального класса то есть это не просто китай это китай премиальный реально вот очень качественный очень продуманный в плане эргономики очень серьезно сейчас мы все это покажем расскажем то есть это не просто слова какие-то сначала пара моментов интересных о комплектации все модели поставляются в комплекте с триммерной катушкой с толстой леской леска два с половиной миллиметра и либо трехлопастным стальным ножом либо трехлопастным и еще и многозубом пильным диском такие варианты тоже есть то есть рассчитаны на работы от как по любой траве то в том числе загрубевший уже так и по даже молодому кустарнику попросили кустарника в комплекте почти ко всем моделям четырем из пяти идет канистра для приготовления топливной смеси удобная сюда заливается бензин сюда нужно количество масла все это легко перемешивается почему к четырем а не к пяти потому что одна модель работает на чистом бензине она четырехтактная о его line есть бензокоса с четырехтактным двигателем масло отдельно бензин отдельно еще один интересный момент каждый кассе набор инструментов понятное дело инструменты в такой вот удобной сумки брендированы вот казалось бы что польза в брендированной сумке для инструментов какой-то бензиновой техники когда у вас их будет хотя бы там два две три модели еще разных брендов то прекрасно поймете потому что ключи можно хранить в пакете где-нибудь на полочке да потом пакет продерется какой-то ключ вывалится потеряется здесь прочная ткань не порвется и по названию бренда всегда легко определить какой технике это относится то есть поиск нужного ключа в сарае никаких проблем не составит коротко пробежимся по характеристикам начальная модель беседжи 25 с весит 495 килограмма меньше 5 килограмм она очень легкая двигатель объемом 25,4 кубика 0 8 киловатт 1 лошадиная сила то есть это бензокоса начальной категории мощности она уже в базе оснащена легким стартом то есть стартером с обвозвратной пружиной у нее виброизолированная подвеска рукоятки и виброизолированный двигатель то есть хоть она и начальная но она хорошо продумана в плане эргономики удобства работы следующие две модели очень похожи отличаются немного характеристиками беседжи 33 с и беседжи 43 с мощность 0 9 и 1 и 3 десятых киловатта это 1 и 2 десятых 1 и 7 десятых лошадиных силы весят 7 и 2 десятых 7 и 5 десятых килограмма то есть немножко отличаются по весу обе модели с легким стартом обе с удобной ранцевой подвеской в отличие от младшей модели которая с ремнем через одно плечо у обеих моделей есть легкая регулировка и складывание рукоятки следующая модель беседжи 52 и с иви а у нее двигатель 52 кубика 2 лошадиных сил очень мощный весит восемь с половиной килограмм то есть чуть потяжелее остальных что логично при такой мощности у нее есть антивибрационная система полноценного не видно что штанга прямо совершенно по-другому выглядит чем у предыдущих вот и она точно также оснащена система легкого старта и у нее тоже есть механизм легкой регулировки и легкого складывания рукояток без использования инструментов в комплекте к ней идет еще и многозубый пильный диск 80 зубы и последняя модель беседжи 36 4t четырех тактный двигатель отдельно масло работает на чистом бензине не надо готовить топливную смесь так точно так же легкий старт двигатель 36 кубиков 1 лошадиная сила кажется как-то маловато но для четырех тактного двигателя совершенно нормально а по эффективности работы он не уступает двухтактным весит 7,7 килограмма как и у почти всех бензокосы в align здесь есть механизм легкой регулировки рукояток или быстрого их складывания и эта модель оснащена в том числе многозубым дистальным диском начнем с младшей модели посмотрим как она себя ведет в работе по траве и бурьяну погнали все модели оснащены праймером насосом подкачки топлива в карбюратор который сокращает количество рывков но здесь надо сказать дергать особо не приходится потому что у всех легкий старт и соответственно достаточно плавно тянуть так заслонку закрываем топливо подкачали зажигание включили то что это недорогая коса это чувствуется по скажем так более заметной вибрации чем в случае с премиальным европейскими брендами то есть китайский премиальный бренд но коса начальная не позволяет работать когда целый день я бы и не стал работать вибрация чувствуется для дачи вполне прекрасно подходит косит прекрасно с травой справляется как леской так и ножом все хорошо что хотелось бы отметить заводится очень легко да и легкий старт здесь отрабатывать себя на все 100 достаточно удобная единственный момент а вибрация здесь я скажем так чуть повыше чем например на косах европейских премиальных то есть вот это для дачи прекрасный вариант для какого-то загородного дома для большого участка но это очевидно не профессиональная техника не профессионального класса впрочем на это она и не претендует для контраста возьму 52 кубовую самую большую из двухтактных и попробую сейчас ее в работе посмотрим как она себя поведет мощно диск раскрутила как леску сразу вот такие многозубые диски позиционируются как предназначенные для работы с кустарниковой порослью то есть вот для таких вот кустов немножко их народ по моему недооценивает потому что они прекрасно работают и с длинной мягкой травой даже такой которую леска не всегда берет она и приглаживает а вот такие диски и берут и не просто скашивают но еще и аккуратно так вот укладывают волок то есть для заготовки сена на мой взгляд это лучшее решение из тех что есть ну давайте посмотрим как она работает леской конце концов в работе гораздо комфортнее чем начальная модель 25 здесь вибрация на рукоятках не ощущается вообще здесь интивибрационная система и чувствуется вот при этих размашистых движениях что штанга чуть-чуть живет своей жизнью она там подвешена внутри вот этого вот кожуха то есть она каким так слегка амортизирует и поэтому рукоятки совершенно не не вибрируют на 25 этот эффект заметен так что это и работать в течение длительного времени гораздо легче чем 25 ну и мощность конечно же сказывается то есть работает на гораздо быстрее вот теперь хочется попробовать 4 так но она наиболее интересная в данной истории будет маленькая деталь характеризующая надежность и конструктивную продуманность его лайна во всех бензокосах кроме младшей а внутри штанги стальной вал диаметром 8 миллиметров то есть не трос а именно вот стальной вал полноценный такой жесткий четырехтактный двигатель с легким запуском запускается он также как и двухтактная схема действий то же самое вот удобен на просто тем что для него не надо готовить топливную смесь ну так в плане эксплуатации удобен заливаешь чистый бензин и периодически меняешь масло заслонку я не закрыл по уровню шума разницу найти трудно то есть это достаточно в умный тоже как по сравнению с двухтактниками а вот выхлопные газы праздница колоссальная здесь не несет вот этим вот сгоревшим маслом если на летней жаре работает долго бензокосой двухтактный то периодически чувствуешь что особенно когда ветер на тебя что так запашок то не очень вот здесь этого нет потому что здесь масло не сгорает здесь чистый бензин это все-таки экологически гораздо безопаснее а в остальном косят ну наверное практически так же как и двухтактная коса аналогичной мощности здесь вот разница разницу будет трудно уловить работает работает весьма эффективно прекрасно работает но попробуем подвести итоги бензокоса реально удобная то есть у них есть регулировки например которые редко встречаются вроде быстрого складывания без инструментов в таком виде удобно косу грузить в машину сама по себе коса для перевозки очень неудобная рукоятки сложил повернул и уже влезает общем-то куда угодно почти у них большая вариативность двигателей в плане мощности то есть можно подобрать себе по мощности у них неплохо все сделано с виброизоляции они легко заводятся легкий старт есть на всех моделях без исключения и есть модель с четырехтактным двигателем для оценителей скажем так в первую очередь наверное это для тех кто предпочитает меньше возиться с обслуживанием потому что менять эпизодически масло в картере гораздо проще чем каждый раз готовить топливную смесь тем кто ценит экологичность потому что выхлоп здесь менее ядовитый и в целом в плане работы она такая же как и остальные такая же удобная такая же эффективная и надо отметить большой ассортимент насадок то что каждая коса работает и леской и ножом а то и двумя разными ножами то есть они позволяют работать как по мягкой траве там в том числе газонной даже так и по бурьяну любой степени зарос 6 перестоявшийся и по тонкомерному кустарнику но в принципе не очень тонкомерному потому что старшие модели 52 кубовая и четырехтактная справятся и с достаточно толстым кустарником вот эти вот многозубые диски позволяют работать с серьезной уже древесиной надеемся было полезно спасибо за внимание подписывайтесь на канал впереди много интересного пока